МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Что бы там ни говорили, но советский период отечественной истории подарил нашей стране, да и всему миру, немало имен, снискавших настоящую заслуженную славу. Причем касается разных сфер нашей деятельности. Это и наука, это литература, это искусство, это музыка и это пение. И вот сегодня я с удовольствием представляю вам одного из таких певцов, который по праву может называться золотым голосом не только нашей страны, но и всего мира. Это Жан Татлян. Сегодня он в нашей студии. Здравствуйте, Жан. Добрый день. Судьба ваша очень интересна, она очень разнообразна по фактуре, по географическим перемещениям. Множество мест на планете, где вы побывали, и не только побывали, а вы работали и творили там. Но мне бы хотелось понять, прежде всего, ваше отношение к слову «космополит». Что это в вашем представлении? В моем представлении, что я, когда объездил почти весь мир во многих континентах, в десятки странах, когда приезжаешь в эти страны, ты себя не чувствуешь чужим, можно сказать, с местным насилиянием, когда ты сейчас все находишь, общий язык, чисто такие нормальные человеческие отношения. Вот это, я считаю, это космополит человек. Касательно ли это профессии, вида деятельности? Потому что вам можно было бы приехать в какую-то страну, исполнить какую-то песню и таким образом расположить к себе людей. Это, конечно, помогает, но мне кажется, прежде всего, это характер человека. Это от человека зависит. Я могу приехать в страну и не петь, без пени, допустим, познакомиться с местными людьми. Такое ощущение, что мы уже давно знакомы, давно дружим. Вот смотрите, вы родились в Греции, жили в Армении, жили на Украине, жили во Франции. В Украине нет, в Украине я учился в эстрадной студии. Ну, это был период жизни же. Да, ну, два года. Два года, немало. Ну, Россия и Америка. Да. Франция. Самая главная Франция, да. Америка и Франция, да. Можете ли вы сказать, что в какой-то из стран вам было комфортнее, вы, как творческий человек, максимально могли реализовать себя там? Это Франция, конечно. Это Франция из всего этого списка. Ну, если мы будем считать, что реализовать это, когда я был в Лас-Вегасе, 4 месяца, мне кажется, даже из России, не говоря о Советском Союзе, ни одного человека не был там, в Лас-Вегасе. Это 4 месяца, каждый день, ежедневно выступать в один из самых крупных казино, где 3000 номеров, шоу, one-man-шоу. Вот я работаю. Очень черные, очень страстные, очень живущие и прекрасные. Вы, если мы об этом говорили, можете сравнить советскую систему организации концертов и вот тот же самый Лас-Вегас, да. Ну, я не выступал в Лас-Вегасе и даже не был там, если честно. Но мне кажется, что певец или исполнитель, или творческий человек, с которым заключается контракт, он теряет полностью самостоятельность и, что называется, с потрохами оказывается в сфере деятельности своих продюсеров. Все правильно. Которые ставят жесткие условия, нарушать которые категорически не есть. Все правильно. Если вы приняли эти условия, значит, вы должны продолжать этим, так сказать, подчиняться этим правилам, потому что вы приняли уже. О чем говорить? Если не нравится, не надо было принимать. Могли ли диктовать эти продюсеры то, как нужно исполнять ту или иную песню? Нет, это нет, исключено. Они же, так сказать, заключают договора, организуют концерты, творят все это с профессиональными людьми. Как продюсер может диктовать, как исполнить песню или даже какие песни исполнить. Это нет, исключено. Это вы подбираете репертуар в Лас-Вегасе? Конечно, конечно, только. Определенная свобода была. Давайте тогда вернемся как бы немножечко к истокам. И вот, насколько я понимаю, вот ваша жизнь в Ленинграде тогда, организация джаз-бенда, и это, наверное, был период гребня популярности вашей здесь, в Советском Союзе, и в Ленинграде. Правильно я понимаю? Да, абсолютно. Почему именно джаз-бенд? Ну, как джаз-бенд? Почему назовем джаз-бенд? Это инструментальный ансамбль. Они, притом, каждые два года, полтора года я менял формат. Вначале был у меня, допустим, квинтет, пять-шесть человек был, а потом было девять-десять музыкантов и три-четыре, значит, бэк-вокал подпевали девушки. А самый большой, последний оркестр был в 68-м году и организовал, это было 17 человек, 16 музыкантов. Притом, для меня очень важно, струнный, струнную группу. Моя цель была, чтобы со сцены, аранжировки, если вы обратили внимание, в моих песнях везде симфоджаз. Сейчас струна абсолютно присутствует обязательно, чтобы со сцены они, аранжировки звучали так же, меньше формат, но так же звучали со сцены, как на записях. Вот это была моя цель, и я достиг этого. И, насколько я знаю, популярность была очень высокой. Тиражи пластинок просто зашкаливали. Ну, это вы говорите, хорошо. А вы считаете, как? Ну, вы знаете, да, да, я просто человек скромный, я не люблю об этом о себе говорить. Но там существовали еще другие коллективы в тот период, хотя прямой конкуренции как бы не было. Но можете ли вы сказать, что ваш коллектив был номер один? Был один из, так сказать, первой тройки, пятерки, которые я вообще коллектив назвал. Разный формат и других, но то, что гастролировали по всему Союзу, и это круглый год, и по 350-400 концертов в год. Вы представляете? Это переезды, возвращаться домой на несколько дней, музыканты возвращались к семьям, дети у них. И это было даже дни, где 3-4 концерта в один день. Это как киносеанс. Я помню, на Дальнем Востоке было так, 12, 3, 6, 9 концертов. С одной стороны пускали публику, здесь концерт заканчивался, здесь выпускали уже из других дверей, а здесь пускали уже в зал. Представляете, нужно еще живем ведь это петь, это не под фанеру. Живем петь, сольный концерт, нужно иметь глуженную глотку. Можно ли сказать, что в тот период вы открыли эстрадному миру, открыли музыке, какие-то имена музыкантов, я имею в виду исполнителей, вокалистов или композиторов? Кстати, тогда вот в последнем оркестре со мной работал Вилли Токарев. Он был вторым гитаристом, ритм-гитара, и на маримбафоне играл. И даже некоторые 2-3 песни он подпевал со мной второй голос. Вот это было. Потом был такой Григорий Клеймец, после того, как расформировал, я уехал из Союза, он работал с Эдитой Пьехой долгое время. И, в общем, были музыканты, а, скрипачи, несколько скрипача, они работают по сей день в заслуженном коллективе, в симфоническом Ленинграде, Петербурге. То есть это была еще такая школа, Кузница-Катаревская, собственно, называлась. Да, 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 я подбирал хороших музыкантов, я старался. Притом они тоже хорошие музыканты стремились ко мне работать, потому что всегда были концерты, и много концертов было, поэтому это было интересно. Скажите, вот вы характеризуете себя как человека скромного, без особых амбиций. Это так и есть. Это так и есть. Тогда объясните мне, пожалуйста, почему, можно сказать, на пике популярность Ленинградского периода вы вдруг решили уехать из страны? Ну, надеюсь, это не идеологические были соображения? Где-то да. Идеологические все-таки. Были. Я вам скажу, меня часто ругали после худсоветов, когда сдавал программу, почему у него нету песни идеологические. И я никогда, я горжусь сегодня могу сказать тем, что я никогда не пел песни о красном флаге, о серпе молоте, о коммунизме. У меня были песни о любви, о женщинах, о природе. Вот это моя стихия просто. Например, была недавно передача о Давид Тухманове, была такая песня, после срочки, после буквы Л, его тогда, я помню, в 60-е годы ругали эту песню, потому что что он имел в виду после буквы Л? Это Ленин. А я говорю, а почему? Лермонтова, Ломоносов нельзя взять. Аналогичный случай был со мной, с моей песней. У меня есть песня «Корабли». Когда я последний сдавал вот этим 17 музыкантов в оркестере, я сдавал перед худсоветом программу, меня не принимали 4 раза, на 5 раз только приняли. Один из, значит, членов худсовета говорит, корабли уходят, уходят, куда они уходят, эти корабли? Представляете, маразм какой. Вот от этого маразма я уехал. А вот можно ли сказать, что все-таки худсоветы, несмотря на такую идеологическую зашоренность, представляли себе некий такой фильтр и ставили определенный уровень профессионализма? Да, это было. Положительные стороны тоже имели. Но очень многие там играли и работали над тем, чтобы вот, например, композитор. Были несколько членов союза композиторов на моем худсовете. Они ругали почему? Потому что, да. А почему он сдает? Я сдавал, значит, всю программу, два отделения, только моими песнями. Музыку я писал все и некоторые тексты тоже. А почему он должен петь свой концерт только своими песнями? А почему нельзя? Да пускай поет одно отделение. Это уже одолжение они делают. Одно отделение поет свои песни, а второе, другое отделение песни советского композитора. Потому что каждый из них рассчитывал на то, что их песни будут звучать, чтобы они получили гонорар авторский. Вот и все. Как долго вы вынашивали этот тайный план эмиграции из СССР? У вас была площадка уже приготовлена во Франции. Да, да, да. А сам процесс как происходил? Вы уехали и остались там просто? Да, да. Уехали на концерт? Туристом уехал. Туристом? Да, да. Там у меня был, меня ждал мой ближайший, один из ближайших друзей, Жак Дувалян такой был. И Жак Дувалян, он сам тоже певцом был в Царство Небесное, он умер в 2008 году. И он сам писал песни. И вот он меня ждал, он меня встречал в аэропорту. Так что вот у меня была уже связь какая-то. А вы понимали, что вы будете обеспечены работой? Вы знаете, я знал о том, что я когда прилечу в Париж, меня не будут красный ковер, цветы, не будет встречать Катрин Денёв или Бриджит Бардо. Но я знал это все. Но я пошел на это, я приехал. Сразу через там 2-3 месяца, когда я уже стал немножко учить язык, заниматься, я уже начал работать в Распутине. Это один из лучших кабарей в мире, не только во Франции или в Париже. Я работал в Распутине и второй кабаре Шехерозат. Это одна и та же хозяйка была. Я зарабатывал великолепно на жизнь. Я был счастлив. Поэтому то, что моя скромность, что стремиться к большой сцене, чтобы аплодировали, звездность, слава богу, у меня этого не было. Поэтому я мог работать на такой долг, а в кабаре я был счастлив. Можете припомнить свои ощущения, ваш первый выход во Франции на новая площадка, новая публика? Были ли какие-то ощущения, что вдруг будет провал, вдруг они что-то не поймут, воспримут не так? Вот имеете в виду в кабаре, что вы имеете в виду? Я думаю, что нет, все-таки у меня был достаточно уже опыт сценический. И как подбирать песни? Я же тогда не пел ни «Фонари», ни «Осенний свет» не пел там. Я взял цыганские руссконародные песни, при том появился какой-то голос, мощность, дыхание. Я пел руссконародные песни. Так что то, что именно нужно для кабаре, это великолепным успехом проходило. Вписалось, да? А кто, кстати говоря, кого вы можете назвать своим наставником по вокалу? У кого вы учились пению? Я не учился пению. Я только учился самостоятельно, с моими, обращаясь к моим кумирам, обращаясь к их работе, к их записям. Например, для меня мои кумиры были и остаются по сей день. Это Натхинкол, Берекомо, Фрэнк Синатра, Ив Монтан, по частности, из французских, Жильбер Бекко. Вот я этих людей обожаю просто. То есть прямого обучения как бы не было? Нет, абсолютно. Вы самоучка? Самоучка, да. А как складывался у вас круг общения во Франции? Как появлялись новые французские друзья ваши? Ну, вы знаете, работая в такой общественном месте, как Кабаре, там всегда можно было каждый день познакомиться с кем-то. И были друзья, с кем знакомились, и потом с кем-то оставались друзьями, с кем-то расставались. Так что вот так появлялись. А с кем вы были знакомы во Франции? Кого вы можете назвать своим другом? Из известных детей? Ну, другом немножко трудно назвать другом. Я познакомился, как-то общались с Шарлом Азнавуром, например. Его зятем, это сестры-муж Жорж Гарваренц. Кстати, вот песню. Вот по-русски не знаю, как называется. Первая любовь или как-то песня есть такая. Это известная песня, значит. Азнавур написал текст этой песни, а музыку написал Жорж Гарваренц. Это гениальная песня, где по всему миру звучала и в Советском Союзе, и в России сейчас очень многие поют эту песню. Вот получается так, что вы комфортно себя чувствовали во Франции с точки зрения профессии. Да. Но человеческие отношения, как я понимаю, там по-другому немножко складываются. Это же не Россия, это не Советский Союз. Конечно, конечно. Вот изоляции вы не чувствовали все-таки в этом смысле? Что люди не подпускали близко к себе, да? Такого душевного общения, разговора на кухне, там за рубочкой водки, например, не было такого? Нет. Нет, я не ощущал это, потому что я говорю, все-таки от человека тоже зависит. Это мой характер такой, что я общительный. Если человеком общается, он общительный, мы дружимся. Если нет, так нет, забыли все. Без всяких обид, без всяких думок. Почему это не получилось с ними, не дружим и так далее? Нет. Откуда вы узнали о первой реакции Советского Союза на ваш отъезд? Ну, откуда? Я знаю, что после таких поступков обычно считают тебя врагом народа. Так что это уже достаточно. Это год какой был? Это был 71-й год. Потом другой еще момент. Тогда же была Радио Свобода. Я не знаю, сейчас есть или нет. Мы все слушали Радио Свобода, Голос Америки. И когда я приехал во Францию, значит, меня сразу через 2-3 месяца пригласили. И был филиал в Кёльне, если был, не в Германии. И в Париже был тоже филиал Радио Свобода. Меня пригласили туда на интервью. Я пришел, и когда я пришел туда, меня уже ждали, познакомились, 2 сотрудника ЦРУ. Они старались меня вербовать. Я говорю, вы знаете, я им не смогу так удовлетворить то, что вам нужно. Потому что, во-первых, у меня мама была жива здесь, братья были в Советском Союзе. Потом я не хочу заниматься политикой, мне это не интересует. Так что отставили. Такие оказались мягкотелые, да? Не настаивали? Не привитировали вас? Ну как могут настаиваться? Они начали говорить, как-то уговаривали. Я говорю, нет, нет, все. Говорю, отпадают. А вы знаете о том, что стали уничтожаться ваши записи в Советском Союзе? Конечно, я знаю. Я когда приехал, и у меня, значит, были гастроли в Карелии. В Петрозаводске я приезжаю, и там редактора радио, которые вот передачу устраивали, все, они мне дали вот таких блин назвали, знаете, раньше на больших магнитофонах, ленты, две ленты с моими записями. Они сказали, Жан, вот когда вы уехали, был приказ по всем республикам и радио, чтобы стереть все это. Но наша рука не могла, чтобы стереть, мы сохранили, вот мы передаем, вам может пригодиться. Это очень трогательно, конечно. Вот вашей визитной карточкой является песня «Фонари», насколько я знаю. «Фонари», «Ассене свет», да, две песни. Это хит. Да. И у нас есть возможность показать нашим зрителям запись и исполнение этой песни. Давайте посмотрим и послушаем. Где-то вдали догорает закат, и фонари ярче горят. И не дают они людям сбиться с пути. Жан, вот прокомментируйте, пожалуйста, что за ситуация была во время записи. Можете ли вы припомнить вот этот момент, когда это происходило? Это так же, как в любом огоньке, любых на концертах, так же песня идет вступление, певец начинает петь. Дубли не делали? Нет, это прямым абсолютно. Я вообще никогда не люблю дубли делать. Почему-то получалось, что с начала до конца все записывается, все хорошо. А вот есть у вас ощущение во время концертов, вот то, что называется контакт с публикой, да? Бывают тяжелые залы, которые так, как вы хотели бы, не реагируют? Может, не так внимательно слушают? Нет тех выражений глаз, которые вы хотели бы? Я думаю, что нет. Может быть, чуть-чуть разницы, может быть, в разных залах, где больше, где меньше, но это все было, потому что раз эти люди потратили деньги, купили билет, пришли на концерт на любимого певца или певица, естественно, они расположены уже положительно, иначе не может быть. Кроме, бывали случаи, когда я помню один концерт, когда в первом ряду сидели два-три мужика, там у них вдруг уронили даже бутылку, они бутылку водки наливали себе, пили в первом ряду. Вот такое тоже бывало, знаете? Да, публика бывает. А что касается фонарей, была интересная история. Фонари, песня вообще, она была в Союзе, как бы звучала везде, в ресторанах, концертах. Потом восточноевропейские страны, все приезжали, когда пели фонари и осенний свет. Из Японии, из Японии, есть город Такарацуки, там музыкальное шоу, есть девушки, девушки из Такарацуки назывался их шоу, их 100 человек, участники. Они песни и танцы мира пели, танцевали, переодевались 50 мальчиков, 50 девушек, и пели в Союз, приехали фонари. Мне друзья звонят, говорят, Жан, японцы поют фонари, я говорю, дай бог им здоровья, пускай поют. С тех пор прошло уже достаточно много времени. Вот вы вспоминаете, может быть, жизнь, находясь здесь, в Петербурге теперь, вот эту свою жизнь за границей? Вот была Франция, да, сколько времени вы во Франции провели? Все, в общее, включая Америку, два года, это... Это за границей вообще? Да, это где-то 20 лет. 20 лет. Ну вот какое у вас сложилось ощущение от жизни за границей? То есть вы познали с самых разных сторон. Оправдала ли вас ли ваша надежда? Ну я понимаю, что вы уезжали от идеологии, да, от этого, от глупости, которая присутствовала там. Но, может быть, там есть свои какие-то моменты, которые вас шокировали? Ну факт то, что я вернулся, я здесь нахожусь сейчас. Это я хочу понять, да. Это здесь, значит, что-то там не устраивало. Вот что, я хочу понять, что. Потому что вы сказали, что у вас и гонорары были замечательные, и принимали вас неплохо. Ну во Франции, скажем, да. Да, да. Ну и в дальнейшем, я думаю, неплохо ваша творческая биография там складывалась. То есть там как бы было поле для деятельности, для самореализации. Но вы вернулись. Вы знаете, я, вот у нас был разговор до эфира, до начала нашего записи. Я у себя в квартире слушал песни краснознаменного ансамбля «Русский народный песен». Я слушаю, сидел, даже сейчас я говорю, у меня кому-то, у меня слезы идут просто. Это значит что? Это ностальгия. Ностальгия по, не знаю, по Петербургу, по этим каналам, например, деревьям, все. Это необъяснимо. Есть люди, которые безразличны, это все. А мне нет. Я ощущаю вот это родное, близкое, понимаете. Вот чем это объяснить. Мне одному, я сказал, друзья, это рассказывал. Он говорит, я говорю, я не понимаю, я же родился в Греции, я армянин. Почему у меня вот так? Я не русский. Он говорит, ты не русский, ты россиянин. Вот его ответ был. И, наверное, в этом есть правда. То есть получается, что космополитизм, о котором мы говорили, такой комфортный для вас, тем не менее зиждется все-таки на каких-то корнях, да, от которых трудно избавиться. Конечно, ну конечно. В каких-то генах географических. Конечно, конечно, абсолютно. Абсолютно. От этого некуда деться. Когда вы приняли решение вернуться в Россию, в Петербург? Это был первый раз я приехал в 90-м году, в конце 90-го года. Потом я каждый год приезжал по 3-4 месяца. Уезжал, потом опять приезжал, уезжал, приезжал. И потом уже в конце 90-х я уже окончательно обосновался. И в 2000-м году я получил российское гражданство. Сейчас у меня двойное французское российское гражданство. Но вот что все-таки послужило таким основным моментом для принятия решения, чтобы вернуться в Россию? Мне комфортно. Мне приятно. Чудно и удивительно. А вот удивительно то, что вы пожили в таких демократических странах, да, и вернулись в Россию. Тем более, когда вы первый раз приехали в начале 90-х годов. Время такого беспредела было полного, да? Это какой-то хаос вообще, непонятно, что происходящее в стране. Но как вот вы восприняли? То есть вы не ужаснулись после того, как вы прожили жизнь на Западе? Здесь все налажено, размерено, правильно. Вы знаете, те моменты, которые мне там не хватало, то, что вот из России, которых я нашел здесь. Наверное, это мне прикрывали те негативные стороны. Я не замечал их просто, не думал об этом. Ах, что с тобой, город мой, ты поешь и спьешься, я б сегодня не пел, длинновато капель. Ах, чудеса, чудеса, вся земля в лунгих брызгах, зачерпни и попей, ах, капель, ах, капель. А вы не думали, что можете остаться здесь без работы, вообще без средств к существованию? Я никогда не останусь без работы, никогда без средств к существованию. У меня всегда есть какие-то идеи и новые идеи даже. Вот новые идеи есть у меня, которые я сейчас создал и произвожу. Это не связано с пением. А вот тут можно тогда задать ему такой вопрос. Получается, что с помощью своей основной профессии вы сейчас не зарабатываете? Почти нет. Почти нет. Почти нет. Это связано. Ну, у вас, по-моему, сохранился прекрасный голос, артистичный, приятный в общении. Нет продюсеров каких-то, нет предложений. Я могу это объяснить тем, если я буду говорить то, что я думаю, скажу, а, какого мнения он о себе, там, то-то, то-то. Ну, какого? Очень многие коллеги мои, и мне очень интересно, чтобы я появился на большой сцене тусовки. Неинтересно. Неинтересно. Потому что, может, они чувствуют конкуренцию какую-то и так далее. Уровень и голоса, и качество песен. Сейчас очень много песен, которые шоу-бизнеса творится, это вообще непонятно. Это даже песнями нельзя назвать. Это не то, что я в моем возрасте, я хаю молодежь, допустим, или там, знаете, поколение другое. Это не тот случай. Я просто анализирую чисто профессионально. Иногда есть такие песни, я вообще не понимаю. Я стою у балкона, я смотрю на тебя снизу, а ты меня сверху, там, или ты любишь меня, я тебя люблю. Но ничего нету, ни образа, ни мысли вообще. Так это связано со многими вообще сферами нашей культуры, да? Это не только касается вокала, пения, да? Это и литература, это и театр. То есть, можете ли вы тоже вот как бы поддержать, что ли, ту точку зрения, которая сейчас существует, что вообще падение культурного уровня в России прошло очень сильное? Я думаю, да. С точки зрения образованности, начинственности, знания. Я думаю, да. Сейчас очень многие все, как бы, корысти какой-то, деньги, за деньгами все бегают. Это ужасно просто. Как говорят, не в деньгах счастья, это действительно так. Но в Западе же тоже все построено было на деньгах. Контракты, деньги. Да, все это правильно. Там есть еще параллельно другой, что-то другой уровень, какие-то вещи. А вы не подумывали о том, чтобы открыть свою какую-то продюсерскую компанию? Ну, ни в коем случае, нет. У меня есть своя продюсерская компания, которой я произвожу продукт, который я создал. Это уже как бизнесмен? Да. Ага. Ну, вот об этом чуть позже поговорим. Это тоже любопытный такой поворот. А вот мне все-таки хотелось бы с точки зрения творческой понять, вот насколько вы сейчас творчески востребованы? Есть какие-то предложения о вашей концертной действенности? Отдельные, может быть, концерты, вокальные? Почти нету. Почти нету. Почти нету. А может быть, вас просто не знают, продюсеры? Да нет. Кому нужно знать, они знают. И те, которые сейчас, так сказать, держат в руках рычаги, у них другие интересы, другие люди вокруг, им нужно вот именно этого человека раскрутить, этого, а рядом другой, это не нужно здесь, потому что он будет мешать ему и так далее. Ну, и сейчас я сам организую свои концерты, когда в прошлом году, два года назад. В этом году будет, в декабре будет концерт, блин, совета, сольный концерт, так что. То есть вы все-таки себя как-то вот реализуете в этом году? Да, периодически, там раз в год, допустим, я делаю там один-два концерта. Кто приходит на эти концерты? Вот какой возрастной уровень? Три поколения. Три поколения? Удивительно, да, потому что приходят моего возраста, старше меня, потому что когда мне было 18 лет, я по Союзу уже гремел, популярны были песни «Фонари» и «Осенний свет». Ведь поколений же, тогда зрители не были, только моего возраста, 18 лет. Их было 25, тогда 30-35, так им сейчас уже 80-90, понимаете? И они, их дети, их внуки, они узнают записи от родителей и так далее. Потом я давал уже немало концертов за 90-е годы. Я когда в начале 90-х стал приезжать, у меня в течение двух лет, в 93-92 год, три захода я сделал в Октябрьском зале по семь концертов. Полные аншлаги. И еще зрители у эскалатора на площади восстались. Стреляли билетики. Спрашивали ли личный билет, есть или нет. Это тоже было. И тогда зрители подходили ко мне. Жан, ну это удивительно. У меня стояли музыканты полуфалдах, таких фальдах и бабочках. А тогда я смотрел телевидение со сцены. Эти были в майках, чуть ли не трусах, на колках весь, вот работали на сцене. Вот так вот. Расскажите немножко о своей семье. Вот ваш отец же родился и жив в Армении долго. Нет, нет, нет. Я не в Армении, мама и папа не родились. Они в Спартии родились. В Спартии? В Спартии, да. Это было тогда еще не Турции. Греция была. И сколько? Потом, это во время геноцида, моя мама с моей бабушкой, они, армяне, рука об руку, бегали к Средиземному морю. Греки спасали на лодках, на парусниках. Армян спасали, а турки на лошадях саблями рубили головой. Какое, кстати, ваше отношение сейчас к Турции? Вы как гражданин мира, как воспринимаете, что происходит между Россией? Ну, вы знаете, там есть, конечно, чудные люди, простые люди, есть хорошие, как везде. Но костяк, правительство, я никогда не доверял бы им. Никогда. Они сегодня говорят одно, завтра противоположие. То, что вот Эрдоганом происходит. Человек, который не признавал вот это, что сбили российский вертолет, самолет там и так далее, летчика. И чуть ли не вообще какие-то агрессивные антироссийские высказы. И вдруг, в один день он изменился 180 градусов. Ну, как это можно верить такому человеку? Политика, расчет, премиатизм. Ну, расчет именно. Поэтому я говорю, я не доверял бы, я не верю. Как вы воспринимаете то, что Россия и Армения, ну, и ряд других стран бывшего Советского Союза, сейчас все-таки становятся ближе друг к другу? Я думаю, это необходимо делать. Это должно быть. Это должно быть. Это маленькая крохотная страна Армении. Это полезно для Армении и также полезно в чем-то для России. Вот в вашей биографии был такой любопытный момент. Это встреча с легендой Мессингом. Да, было. А по какому поводу вы встречались? Я вам скажу, это был 66-й год, мне 23 года всего было. Я тогда понятия не имел вообще, кто такой Ворф Мессинг. Он был законсервированный. Законспирированный. Законспирированный Сталином. И вообще нигде. Но ему, друзья его, там, директора филармонии, заместители устраивали в разных городах психологический опыт. И чтобы человек на жизнь заработал, кушать надо. Я приезжаю в Куйбышев, а висят мои плакаты, вот те, которые на брошюрке, вот эта цветная плака и так далее. А у него было сегодня последнее выступление психологического опыта. Завтра начинаю я в этом же зале филармонии. Он видел мои плакаты уже несколько дней в филармонии, видел по городу. И он спрашивает директора, говорит, а когда приезжает этот парень? Он говорит, приезжает вот в ваш последний день, на следующий день он начинает. Говорит, а в какой гостинице он будет? Он говорит, он будет в вашей же гостинице. Говорит, так передайте ему после моего выступления, чтобы он подошел ко мне в номер. Ну и я пришел к нему. Сел на диван, как сейчас я сижу. А он не смотрел на меня, он ходил туда-сюда, в своих тапочках, и руки на спине, и вещал. Говорил, мое будущее. Он сказал, что у меня длинная дорога. Я говорю, Вольф Григорьевич, при нашей профессии, конечно, длинная дорога. Сегодня мы в Калининграде, завтра в Владивостоке. Нет, у вас длинная дорога жизни. Вы покидаете эту страну, вы уезжаете из этой страны. Это был 66-й год, я уехал в 71-м. Вы приезжаете в тех странах будете, у вас будет удача, неудача, взлет и падение. Итоги над вашей головой вас гидируют счастливые звезды. Вы долгожитель, вы будете долго жить до глубокой старости, и умрете богатейшим человеком. Когда я рассказал своей соседке по кровати, я говорю, она так с юмором говорит, ну а когда же последнее исполнится будет? Я говорю, слушай, не торопись, я говорю, если мы сейчас раз богоможем, через месяц уже придется умереть. В конце жизни сказал. Вот такая история была встреча. То есть предсказания оказались правильными? Да, абсолютно. То, что я уехал, он сказал мне за 6 лет, я уезжаю. За 5-6 лет, что там будет, удача, неудача, все было разное. Все было, всего этого было. И то, что уже идет к тому, то, что последнее, он сказал, я думаю, сейчас идет к тому, то, что это связано с новым бизнесом. Вот, давайте теперь поговорим о вашем новом бизнесе, потому что это совершенно такое любопытное соединение. Абсолютно, да. Насколько, кстати говоря, ваша вокальная ипостась помогает вам в бизнесе? Насколько вы можете импровизировать в том, что вы делаете? Нет, не в прямом смысле исполнение, а мое, так сказать, прошлое имя, что это очень много помогает сейчас открывать супермаркеты, открывать там люди, которые уже заинтересуют. Вот в прошлом году в августе было, в Гавани была продуктовая выставка. И вот был в двух точках выставленная продукция. И там огромный такой, типа, билборда стоит, там написано, фирма называется Татако. Татако, сухие соусы, автор, создатель Жан-Татлян, «Мелодия вкуса». Мелодия вкуса. Мелодия вкуса. И они, люди издалека, это видно, а их заинтригует сразу, Жан-Татлян, подходит туда, сразу дегустацию пробует, сразу покупает. Вот это вот помогает, это, так сказать, искусство, творчество, которое было. А потом я говорил, что об этом продукте, она действительно уникальна, это 100% натуральный продукт, без единого Е, без ГМО. Я говорил, первый, толчок будет этот продукт, мое имя, для зрителей, для покупателей. А второй, еще сильнее, продукт сам себе будет рекламировать после того, как попробуют. Это действительно так. А почему именно такая тема? Почему сухие соусы? Откуда такая тема? Ага. Значит, у меня на дачу приезжали друзья. Приехали с одной финкой, Хелька. У нее друзья имеют ресторан «Кавказ» в Хельсинке. А я делал тогда тхемали, жидкие вот эти соусы, тхемали, соцепели. Она пробовала вкусно очень. Ой, Шан, говорит, ты знаешь, у меня, друзья, ресторан «Кавказ» имеют Хельсинки. Вот если делаешь такие пару бутылок, они будут счастливы. Я сделал. Это август месяц, жара жутко в этом году была. Она положила рядом с сидящими, в общем, сиденьями. Летом, когда выезжала, а там же травы свежие все, началось брожение, бутылки взорвались. Не представляю, какими словами она вспоминала. Вот этот случай конкретный мне, значит, толкнул на мысль, чтобы сделать сухие соусы. Откуда как все это находка, да? Чтобы избежать взрывов. Да, 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 да. Вот отсюда и пошли. А почему не делают эти же соусы, только в порошок сухие? Вот и все. А как у вас лаборатория какая-то? Как вы их составляете? Или у вас есть специалисты? Нет, я сам делаю. Все я сам делаю. Это моя рецептура, мои идеи. У меня лаборатория своя, где я покупаю, заказываю вот эти все ингредиенты, фрукты, овощи, злаки, травы, специи. Все эти ингредиенты, порошок, порошок, порошкообразный. Я представляю, какой за аромат стоит в этой лаборатории. Не говорите, это прекрасно. Дарю вам идею коммерческую, продавать ароматы Татляна, продукции, соусов Татляна. Ароматы? Да. Ну, есть сухие соусы Татляна достаточно. Это и есть. Их можно просто полюхать, а потом еще и съесть. Ну, может быть, и так. Вы удачливый предприниматель. Я думаю, что у меня получается. Расширяется бизнес? Да. У нас требовано. Да, да, да. Сейчас больше и больше в разных супермаркетах. Это недавно я вышел, буквально, ну, можно сказать, полгода назад. И сейчас больше и больше открываются супермаркеты, магазины. Даже рядом с вами, здесь, в Репинской супермаркете, есть эти соусы стоят. Замечательно. Надо будет воспользоваться, честно сказать, я никогда не пробовал, но с удовольствием теперь, услышав от вас, что это есть. Да, это есть. Тем более... И все больше и больше будет сейчас. И все больше и больше. Я не буду назвать те супермаркеты, которые уже сейчас заключаем договора, которые огромные, гипермаркеты. Они берут уже, будут брать соусы. Насколько в связи с вашей новой деятельностью вы привязаны к месту? Часто ли вы теперь куда-то перемещаетесь, путешествуете, бываете в других городах? Я нет. Я, если нужно, по делам только в Москву. И если нужно, иногда берем. Потому что очень некоторые травы я из Армении получаю, потому что, ну, там действительно самая вкусная трава. Тоже эстрагон, например, та же мята, которая нанэ называется. Есть десятки видов. Есть лимонная, есть там мелис, мята, все. А у меня это нанэ называется. Это для именно пищевой, так сказать, пищевая мята. Это чудо просто по аромату, по вкусу. Я получаю оттуда. Ну, получается так, что талантливый человек действительно талантлив во всем. Во всех. Так говорят. Так говорят. И, любопытно, если бы для продвижения вашего бренда вам потребовалось выступить на какой-то эстраде, в каком-то необычном для вас костюме, который бы, может быть, напоминал элементы упаковки ваших. Что, мне будут все упаковки на меня? Или там какие-то сухие эстрагоны, сухие петрушки? Да, да, да. Ну, как это сейчас бывает, да? Да нет, зачем? Можно другим путем идти. Что доставляет вам сейчас больше всего радости? Какой момент вы чувствуете полноту жизни? Я вам скажу, например, я об этом часто сам себе ловлю. Вот когда я создавал, и сейчас уже перестал, потому что у меня их десятками этих соусов уже, рецептура готова, я создал их. Когда я создавал очередной новый соус, рецептуры новый, и я чувствую и пробую, что это очень вкусно, для меня было такое же творческое удовлетворение, как я написал какую-то новую песню. Понимаете? Вот абсолютно одинаково, идентично. Какой все-таки период своей протяженной уже жизни вы можете назвать таким самым, ну, любимым сказать неправильно, конечно, но наиболее полным, что ли, позволившим реализовать все ваши способности? Все-таки вот период вокального творчества, период предпринимательской деятельности, это разные вещи. Все вместе взято. Вы не делите жизненные периоды. Это цельный такой поток, который доставлял вам... Это зависит, мне кажется, от человека, от личного характера, свое личное отношение вообще на жизнь, на окружающие, на друзей, вещи, которые вы делаете. Это зависит от нас. От нас самих зависит это вот именно состояние душевное. Вот это состояние, это от нас зависит. Вы не жалеете, что все-таки вернулись в Россию? Если вы сейчас находитесь здесь, работаете? Абсолютно, абсолютно. Я счастлив. Даже, тем более сейчас, когда я видел впервые, это было год назад, по-моему, вот когда начали из Северной Африки, из, значит, Ближнего Востока. Эмигранты. Эмигранты, когда показали, первый раз я видел, они шли вот на Европу, вот так вот, от стенки до стенки, вот так, ряд людей, и, притом, рядами, они шли как цунами людей, вот так, идут. Какой ужас, какой ужас, боже мой. Я звоню сейчас друзьям во Франции, они рассказывают там чудовищные вещи. А то, что в Германии там на Новый год после изнасиловали там женщин, это страшно просто, страшно. Ну что ж, как говорится, время нашей передачи подходит к концу. Я благодарю вас за то, что вы нашли время в своем плотном графике предпринимателя. Спасибо, что вы пригласили. Время. Спасибо большое. Мы о вас и не забываем. Фонари, остаются фонарями. А фонари от этих фонарей так найдены. Да, но тем не менее, что делать, да? Выпустили джин из бутылки, теперь нужно с этим джином тоже жить. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, Юрий. Творческих вам успехов. И я надеюсь, что будет еще период очень активной вашей концертной деятельности. Так. И, конечно же, мы с удовольствием попробуем ваши соусы. И пожелаю вам здоровья, долголетия. У меня в декабре будет концерт. В декабре. А вот мы проанонсируем как раз. В Лен-Совете. В Лен-Совете, да. Следите за рекламой, уважаемые телезрители. Концерты в КТ в декабре будут в Лен-Совете. Там будет как раз и строчка о нашем сегодняшнем госте. Это Жан Татлян. Певец и предприниматель. И композитор. И композитор. Да. Благодарю всех за участие в сегодняшней нашей передаче. И увидимся ровно через неделю. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.